Саша Монголия – удивительная, загадочная страна степей и песков, рек, великих озер и гостеприимных людей. Именно сюда и отправились 8 смельчаков, чтобы за 10 дней, преодолев 2500 километров, познакомиться с ней поближе. По Чуйскому тракту, через живописные перевалы Алтайских гор, бескрайнюю Курайскую степь в страну, в которой, побывав раз, захочешь вернуться снова и снова. Отважное объединение «Супертуризм» во главе с командой «Экспро» продолжает покорение Монголии. Привет, дорогие друзья! С вами снова я, Саша Волокитин. Сегодня мы переночевали в городе Баян-Ульгий и готовы двигаться далее. И хотя в ближайшие пару дней нам вряд ли понадобятся деньги, мы решили заехать на местный пункт обмена валют, чтобы прок обзавестись самыми настоящими туграми. Вы, Грэйте, главный здесь. Здрасьте. Меня зовут Саша. Очень приятно, мне надо выбраться с вами. Очень бы неплохо нам было поменять на ваши деньги свои некрасивые на ваши красивые. Да, мы всегда рады. А у вас какого цвета они там? Какие? Ну как, значит, доллары зелененькие, а у вас какие? Да у нас тугры только. Тугры, но красненькие, да? И мы меняем свои зелененькие на монгольские красненькие. Вот так выглядит пункт обмена валют здесь. Сколько у нас? Тысяча рублей. Тысяча рублей всего, что ли? Тысяча рублей пока-то. Пока-пока. Ой, слушай, живем бы замечательно. Вот просто... Надо бы побольше меня. Будем побольше, конечно. Приедем к вам обязательно еще, да. А сколько это мне положено тугров за тысячу рублей? Тридцать. Пятьдесят. Тридцать рублей. Вот. Тридцать рублей пятьсот тугров. Тридцать. Так, сколько это получается? Это двадцать, десять, тридцать, тридцать пятьсот. Тридцать тысяч пятьсот, да? Да. Смотри, возьмите. Фиксируй. Передачу денег. Тысяча рублей ушла. Тридцать тысяч пятьсот тугров мы получаем. Хотите вам? Я сегодня могу купить небольшой отель какой-нибудь по приезду. Напомню, что за десять дней мы планируем сделать большое кольцо по Монголии, добраться до котловины Великих озер и песков Монгол-Элс. Мы уже проехали Чуйский тракт от Барнаула до Ташанты, провели первую ночь в Монголии и сейчас мчим по бездорожью в сторону озера Хергас, где надеемся на отличную рыбалку. Дорог здесь в традиционном понимании практически нет, но зато едь куда хочешь по удобной тебе траектории. Можно даже подъехать к зайцам, которые в силу своей любопытности вылезли посмотреть на нас из кустов. Все-таки мы нисколько не пожалели, что переночевали сегодня в городе и выдвинулись утром, потому что если бы мы поехали ночью, мы бы не увидели всех прикрас вот этих, которые видим сейчас. Это долина реки Хофт, слева от меня непосредственно протекает река, все бурное, зеленая растительность. И справа какой-то огромный каньон, ну, которому нет ни края, ни конца. Какие-то такие огромные каменные джунгли. Словами не передать. Вокруг песочно-глиняные цвета. И все это напоминает пейзажи культовой компьютерной игры Far Cry. Нет-нет, по дороге встречаются скелеты животных, а то и самые настоящие присмыкающиеся. Живее всех живых. Например, вот этот сородич нашей ящерицы, небольшой геккон. Это знаменитый монгольский геккон. Они живут порядка 360 лет. Растут вот это самая большая особь, которую я видел в жизни. А я видел их три. Есть он, что придется. Сегодня это будет палец Александра. Если хочется встретить особь покрупнее, это уже в пустыню Гоби. Но в наши планы в этот раз она не входила. Гекконьи бега порядком поднимают настроение. А песня? Песня всегда помогает строить, жить и путешествовать. И под славные песнопения о человеке дождя мы постепенно приближаемся к озеру Ачитнуу, что в переводе с монгольского значит «благодетельное озеро». Озеро площадью 297 квадратных километров в среднем имеет небольшую глубину, примерно 2,5 метра. И сейчас, если нас не съест гнус, мы даже немного осмотримся по сторонам. Растительный мир Монголии представляет собой нечто инопланетное. Вообще, пока передвигаешься по этой стране, тебе кажется, что ты передвигаешься по какой-то другой планете, как на Марсе едешь. В основном какие-то вот такие кустарники. Маленькие, такие полузасохшие. Вот растет-то практически только вот это все. Сразу видно, что этому не хватает воды. И почва здесь не располагает, потому что бы здесь яблони цвели. Коротко об обитателях вод. Водится здесь Хариус и Черный Осман. Но стоянка здесь была недолгая, ветер сильный и поймать ничего не удалось. Ничего не клюет, буду ждать удачу на другом озере. Пока прыгал по камням, умудрился порвать напополам свои штаны с бобом марли, который купил когда-то в Таиланде. Обидно, досадно, но ладно, ничего страшного. Путешествия по Монголии больше подходят тем, кто готов к неожиданностям. Это отнюдь не турецкие все включено. Но поверьте, здесь включено куда больше. Иногда природа преподносит такие вот сюрпризы. В прошлом году, ребята говорят, здесь был небольшой ручей совсем. И на нашей дороге образовалась вместо этого небольшого ручья настоящая горная река. И мы приняли решение, что сейчас будем переходить ее в брод, чтобы проехать дальше к своей цели. Броды на самом деле были неожиданными не только для нас, но и для монгольской семьи на противоположном берегу, ждущей манны небесной в автомобиле Кия, который по такой бурной воде точно бы унесло или перевернуло. На нашем берегу отважные юные монголы пробовали пройти воду на мопеле. Как вы видите, ничего хорошего из этого не вышло. Как говорится, не зная брода, не лезть в воду. Чем руководствовались наши профи из команды «Экспро», настойчиво ходившие по ледяной воде для получения нужной им для переправы информации. Не боимся, брод-то сейчас, походу, предстоит серьезный, потому что наши мастера даже так долго довольно-таки по речке ходили, глубины мерили. Мы думали... Сейчас еще и сказали, что мы на крышах, но в коем случае не ездили. Мы думали, что прошли два брода, и как бы на том броды и закончились. А нет, образовалось чуть ли не основное русло, и там все как-то так сильно тянется. Ну вот Саня уже с пацанами пошли первым номером. Ну вот, в принципе, наши справились. Теперь дело за нами, да, Дим? Да? Добрый вечер, ребята. Мы вместе с командой «Супертуризм», как здесь написано на флаге, едем сейчас через реку на машине. Обычно на машинах через реку не ездят, но мы попробуем. А завтра будем летать на санках. Острые ощущения были получены с лихвой. И буквально через час мы добрались до дороги строго противоположной. Практически высококлассного европейского хайвея, связывающего эти края со столицей Монголии, городом Улан-Батором. Так думал я. А нет. Через 50 километров, оказывается, это благо цивилизации заканчивается. Хорошего, как говорится, понемножку. Первая машина ушла немного вперед, а моему пытливому взору открылась картина, мимо которой проехать было просто невозможно. Верблюду. Столько верблюдов одновременно я не видел нигде. Большие и маленькие, они пели песни и сражались как могли с палящим солнцем. Погонщик верблюдов любезно согласился подогнать их поближе к нам, чтобы мы пообщались с этими замечательными... О, смотри, он выстроил их, он выстроил их в ряд. И они поют замечательную песню верблюжьим какую-то. Я не видел никогда столько. Они будут бежать на меня сейчас? Они хотят подружиться с нами немного. Слышишь вообще? Песни верблюжьи? Песни. О чем вы поете, верблюды? Вот знать бы, а? Может быть тоже подпейте немножко? Верблюжьи песни. Это, видимо, для каких-то нужд обдирая верблюжью шерсть. Ну, я тебе и говорю, видимо, для того, чтобы верблюжью шерсть производить. И мне разрешили тоже попробовать. Вот так просто драть с него шерсть и все. А ему не больно? Не больно? Представляешь, чем я занимаюсь сейчас? Свяжу носки всей семье, видимо, из этого. Ребят, как настроение у вас? Прекрасное! И у меня тоже хорошее настроение. Едем мы вдоль озера Хергас. За рулем, как всегда, непобедимый капитан Монголия, наш Димка, которому мы дали партийное прозвище. Я его оправдал, помнишь, вчера, когда первый вылез из брода? Первый вылез из брода. Да, Дим, сколько нам до ближайшей нашей остановки приблизительно еще ехать? Примерно километров 40. Километров 40 мы едем, мы едем, объезжаем озеро. Будем потом поворачивать направо и остановимся где-то вон там, с той стороны, да, возле скалы. Дим, а сколько мы сожгли бензина за эти дни уже? 100 литров бензина, это как, например, от Новоалтайска до Барнаула полтора миллиона раз едем. Ну, чтобы вы понимали. Вот столько. Чем богата эта удивительная страна, так это текстурами, которые создает природа. Едем мы три дня, и они меняются постоянно. Это место мы окрестили блюдцами. Интересно то, что когда-то здесь была вода, а сейчас мы ходим по дну. Гигантская блюдца из Солончака, ровнейшая, абсолютно все потрескавшаяся, видно, что влаги здесь практически не бывает. И, естественно, наши ребята из команды X-Pro не могли здесь не погонять на своих суперавтомобилях. Уже на третий день путешествия мы поняли, что становимся настоящей командой. Так скажем, брат за брата, зуб за зуб. Каждый приходит друг к другу на помощь. И если у тебя возникает какая-то проблема, ты знаешь, в какую палатку постучаться, для того, чтобы она... Даня, вон та колючка съедобная! Не переживайте, мы за ним вернулись через часов. Иначе как бы вы увидели, что было дальше? Следующая остановка – озеро Хергас. Сегодня мы специально проснулись в 5 утра для того, чтобы оценить красоту каньона, который располагается рядом с озером Хергас. Ласточки летают и поют. И мы идем смотреть ущелья, пещеры и разнообразные искать петроглифы. Потому что вчера кто-то из наших пошел собирать заячью капусту и увидел наскального оленя. Петроглифов настоящих мы не нашли, сколько не искали. Но зато наши индейцы местные решили оставить свои следы здесь. Видимо, что-то означает, это Олег, если ты сидишь здесь уже полчаса, и мы не можем тебя отсюда отодвинуть. Расскажи, что ты нарисовал. Это очень уникальный наскальный рисунок, который, я надеюсь, останется на долгие годы на этом камне. Да, Монголия тебя не забудет, мне кажется. Да, здесь местный житель, монгол. По имени Зас. По имени Зас, да. Он охотится на барашка, на козочку. Чтобы, значит... Чтобы было все логично, рядом с барашком дерево и солнце. Да, потому что в солнечный день и охотятся не здесь. Где-то, если из деревни, значит, это... Может, это саксаул, просто он большой. Да, после очень большого саксаула. Ну, это уже куда лучше, чем здесь был Олег на Семенском перевале. Держи. Стоянка здесь у нас предполагалась чуть менее суток, поэтому и пришлось так рано встать, чтобы успеть насладиться окружающей местностью. Хергас – озеро щелочное, поэтому вода на ощупь необычная, немного мыльная. Все скалы вокруг имеют белый оттенок и отличаются от всего, что я видел ранее. Волей-неволей здесь вспоминаешь фильм «127 часов» о молодом человеке, который путешествовал в Гранд Каньоне и вот где-то попал в каменный плен, где ему пришлось отрезать себе даже конечность. Он не мог долго выбраться наружу. И жутковатые места, я вам скажу. Под ногами какие-то перья. И здесь настолько узко, что полустрофобов здесь лучше не бывать. До конца, естественно, я не пойду, потому что боюсь, что какой-нибудь зверь на меня здесь вылезет. А он здесь наверняка живет. Ну это вот на самом деле пещера. Пещера огромная, пещера очень узкая. Эй, рысь, дикая собака Динго, кто тут? Непонятно кто. Был бы я посмелее, пошел бы дальше. Но нет, вам же еще нужен телеведущий. Мне кажется, это лучшая утренняя зарядка, которую только можно придумать. Здесь есть энергия сразу нескольких стихий. И человек здесь все-таки больше гость, чем хозяин. Как ни крути. Вот здесь Саша еще не был точно. Потому что мне кажется, что сейчас и на вершине мира. У воды нет дна, у горизонта нет края, у гор нет вершин. Все бескрайнее и абсолютно нетронутое. С обратной стороны мыса я нашел каких-то птиц. Птиц очень много и они живут. Вот здесь внизу белые какие-то птицы, а здесь вот черная птица высиживает птенцов. Вон яйца большие, такие как в магазинах продаются. А птенцы очень сильно кричат и им вообще не нравится, что мы здесь пришли. И знаете, вот в такие моменты мне всегда немножечко стыдно, потому что такие птицы красивые. Я так близко к ним нахожусь, можно было бы вроде бы пообщаться, а я даже их название не знаю. А был бы орнитологом, сказал бы ему, баклан Игорь Петрович, давайте с вами немножко погутарим. Как вы, как птенцы ваши, все хорошо у вас здесь в Монголии? Он мне говорит, да, Саша, молодец, приезжай еще. Крылья пожали друг другу, да полетели дальше. Ну вот, не орнитолог, не сложилось. Кстати, знаете, главное правило, когда вы находитесь на природе, если нашли птичье гнездо, никогда не берите птенцов в руки, потому что птицы потом отказываются от малышей и они погибают. Не любят запаха человека. Но птенцы такие милые, хочется их немного потискать, но мы не будем этого делать, потому что мы знаем правила. Издалека я увидел мыс, до которого решил добраться. Взгляд мой привлекли какие-то нагроможденные сооружения, происхождение которых интересно было выяснить. Оказалось, это старые птичьи гнезда в огромном количестве, свитые таким образом, как будто их делали люди с образованием инженеров. Говорят, что это гнезда бакланов, целый город, который построили птицы. Запах, я вам скажу, здесь невероятно ужасный. Наш Александр Чернюк, который остерегает нас всегда от всяких проблем, которые здесь могут возникать, сказал, что можно даже потерять сознание от такого замечательного запаха. Смотрите в следующей программе. Как поймать монгольскую рыбу? Как познакомиться с местными жителями? Как выйти на международный уровень? И как не завязнуть по пояс в монгольских кистах? Когда ты дома на диване, вода не течет, не дует ветер и не липнет загар. А может быть тогда закинуть мне рюкзак на плечо и рвануть куда-нибудь на юга? Или на север, на запад, может быть на восток. И пускай весь мир узнает о том, что здесь был Саша. Прямо недалеко здесь был Саша, и ты видел его. Саша.